Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Last Hope TD У нас уже готова прокачка пушки Надо посмотреть, возможно мы еще сможем что-то сделать Хотя не уверен, у нас всего 300 монет Но посмотрим, все-таки начальный этап, возможно мы сможем что-то сделать Да, не сможем Следующая прокачка стоит 500 монет, поэтому мы откладываем это на потом Наверное после прохождения уровня ближайшего мы уже сможем что-то сделать Так, значит The Nest мы прошли Outpost мы не проходили Radiotower мы проходили А вот Road to Oil, дорога к нефти мы не проходили Там как такое ответвление по карте мы завершим А после Road to Oil уже идут как бонусные уровни Мы их пока пропустим Сосредоточимся только на прохождении основных уровней Дальше уже посмотрим, возможно доберемся к бонусным уровням Ну что ж, вот такая вот карта Мы переходим два индейца наших, два бойца Я их оттягиваю к красной линии И ставим сейчас пушки Насколько я помню, в этой миссии будут активны птицы Поэтому мы в основном делаем акцент именно на авиационных пушках Ну и конечно о сухопутных тоже не забываем Позаботимся о них Поставили уже миномет, он начинает активно работать Пока в основном сухопутные противники идут к нам Надо прокачать до третьего уровня пушку, миномет нашу Ну и уже дальше можно ставить второй миномет Либо же даже еще усиливать нашу авиационную группировку Но пока птиц не видно Вот только сейчас что-то промелькнуло Подобие птиц Но на данный момент преобладают именно сухопутные противники Игра подсказывает то, что будет сейчас наступление в трех направлениях Уже к нам бегут зомби Надо бы еще поставить замедляющую башню Чтобы она как-то замедляла ход Особенно таких вот активных атлетов, зомби Они могут нам доставить неприятности Мы сейчас прокачали в очередной раз миномет И идут к нам силы противника Вместе уже с птицами Но с птицами мы пока вопрос решили относительно Но на этом останавливаться не будем Это у нас вторая волна Думаю, что ближе к концу уже возможно появится Большое количество птиц Может быть покрупнее Поэтому прокаченные до максимума пушки авиационные Нам обязательно понадобятся Хотела брать уже нашу пушка покрупнее Но, как мы видим, не зря ее не взял Кстати, по-моему, даже негде ее поставить У нас нету четырех клеток одновременно Такой, как большой квадрат И негде размещать Поэтому выбор был абсолютно правильный Вообще и миномет спасает на данном этапе Тут нет таких уж очень сложных Зомби Можно ограничиться минометом Если его будет не хватать Можно ставить побольше А когда их в большом количестве То зомби не поздоровятся Так что я не вижу даже Смысла пока ставить Калибр побольше Но я думаю, что в будущем Обязательно смысл появится Зомби будут посильнее Хотя мы уже и сейчас видим Тут есть и крупные птицы Попадаются из рыдка Зомби тоже есть такие, как Великаны, как Франкиштейны По комплекции Их убрать даже и миномет Он когда прокачан Не с первого раза это получается Так что в будущем Думаю, что придется и пушка покрупнее Нам задействовать Мы еще скоро должны получить Новый пятый слот Дополнительный И уже вопрос Что касается Какую пушку брать Какую не брать Наверное отойдет Мы уже сможем Брать полностью Весь наш запас И уже как-то будет полегче с этим Я уже об этом говорил Но необходимо Временно Потерпеть До того момента Пока мы не соберем 100 звезд Вот это уже у нас Предпоследнее наступление Интенсивность Нападения Зомби Увеличивается Сейчас Но мы тоже Сложа руки Не сидим И тоже увеличиваем Пушки По мере этой возможности У нас кстати Если не будет хватать Пушек Есть еще Дуп оружие Вот промелькнул Такой как Огненный дождь Я о нем постоянно Забываю Но вот как вариант Для того чтобы Остудить пол Тоже очень эффективное Средство Правда оно Исчисляемое На данный момент 15 единиц У нас в наличии Но я не пользуюсь Пока Мы его получаем По разным Ситуациям То есть в основном Это как Дейли бонус За вхождение В игру Каждый день Вы что нибудь Да и получаете Ну вот как В качестве Одного из бонусов Это может быть Огненный дождь Хотя Можно и пропустить На самом деле Огненный дождь Даже если вы не получите Каждый день Не будете Заходить в игру Можно купить За 1000 монет Тоже я об этом говорил Поэтому это не проблема А накопить 1000 монет Не сложно Пройти 2-3 уровня А можно Один сложный Пройти уровень И получить Те же 1000 монет Вот в этом Мне нравится игра То есть Она не сильно донатная Тут все такие Основные инструменты Можно получить За реальные деньги То есть не за реальные деньги А за игровые деньги Но Уже самостоятельно Когда будете Проходить уровни Ну что ж Мы проходим успешную миссию И идем дальше По нашей ветке Перед этим Мы сейчас прокачаем Снайперскую винтовку Как я и хотел Тут есть два варианта Значит можно усилить Удар пушки Либо же усилить Радиус поражения Я решил выбрать Удар пушки В принципе радиус Он неплохой Ну а уже потом Следующую Прокачку Мы уже прокачаем И радиус Тоже неплохая вещь И нам позволит Эффективнее как-то Убирать зомби Следующий уровень Называется The Outpost Посмотрим Что у нас тут Какие будут сложности Этот уровень Как видно Тоже я проходил Успешно Значит у нас есть Одна красная линия Мы в таком Как Заброшенном месте Такая территория Карта тоже большая И хорошо то Что пока У нас Как раз На линии Одна То есть Нету Двух-трех линий Но по-моему В этом уровне Где-то Что-то Какая-то Сложность Будет Я уже Честно говоря Не помню Что конкретно Но по ходу Событий Не все будет Складываться Так гладко Я думаю Что сейчас Ситуация Прояснится Сейчас мы Установили Один Минемет Уже Начинает Ити активно Зомби Сейчас Минемет Надо прокачать До 107 Монет Включая А дальше Мы уже будем Ставить Или еще один Минемет Либо же Поставим Замедляющую Башню Зомби Тут сразу В двух Направлениях Это еще Не предел Все таки Мы идем Дальше По карте Поэтому В принципе Уже во всех Уровнях Сразу В нескольких Местах Начинается Обычно Наступление Зомби Это уже Ничем Не удивишь Работает Активно Наш Индейс С топором Это пока На данный момент На мой взгляд Такая Как Главная Дарная Сила А там Кстати Помимо Оружия Можно еще Покупать Дополнительных Дополнительных Членов Команды То есть Это могут Быть Как Индейс Такие Как Обычные Не знаю Ковбои Там я еще Видел Варианты Пополнение Команд Ну это Потом Мы сейчас Прокачаем Достаточно Оружия Потом Уже Можем И покупать Дополнительных Игроков Но я не вижу На данном этапе В этом смысл У нас По оружию Все отлично Есть И доп Оружия Ну а Индейс Это как Дополнение В крайнем Случа Мы их Можем Задействовать Кроме Того Есть такая Как Палатка Это Тоже Как оружие Мы можем Включать Наши Слоты Я уже По моему Ну у нас Была Эта Палатка В одном Из уровней Там выходит Индейц И как Такой Форпост Он тоже Помогает Отражать Атаки Неприятель Поэтому По игрокам Я думаю Что На данном Этапе Мы не будем Ничего Покупать Лучше Купим Дополнительное Оружие Прокачаем Хорошо А там Уже Будем Смотреть Какие У нас Будут Проблемы Пока Что У нас Проблема Следующая Действительно У нас Возникли Некоторые Затруднения Появилась Вторая Красная Линия И более Того Она Появилась Возле Того Места Где У нас Идет Наступление Зомби Наверху А поэтому Мы Сейчас Оттягиваем Одного Из Драков Крупного Индейца На эту Красную Линию И Надо Усиливать Нашу Группировку Пушек Хотя У нас Достаточно Минометов Но Как мы Видим Зомби Просто Тут Пруд Прудит Место Кишит И Есть Всякие Разные Отборные Такие Как Франкенштейн Уже Под Красной Линии У нас В углу Внизу Поэтому Лишние Минометы Лишнее Вооружение Нам Не Помешает Вот Кстати В этом Уровне Можно Было Быть Постоять Калибр Но Можем И Обойтись Минометом Это Не Проблема Потому Что Миномет Он Даже Дешевле И В этом Он Лучше А Что Касается Поражения Даже Не Хуже Может Где-то Чуть И Проигрывает Но Все Равно Если Поставить В большом Количестве То Эта Разница Как-то Стирается Зомби Нас Не Отпускает Это У нас Предпоследняя Четвертая Волна Мы Пока Держимся Так Надо бы Еще Что-то Поставить Вроде бы Как По Пушкам Все Нормально Но Я Смотрю Что Количество Увеличивается И Ближе К пятой Волне Уже Можно Предположить Что Будет Ну Просто Как Такой Рой Зомби Игра Еще Подсказывает Что Еще Будет Дополнительных Мест Наступлением Особенно Вот Сбоку Тоже Будет Еще Одно Как Ответление В наступлении Зомби Поэтому Лишняя Пушка Может Нам Быть Пригодна Хотя Мы Сейчас Хорошо Прокачали Замедляющую Башню Тут Даже Вот Если Зомби Будет Очень Много То Они Себа Не Разбегаются Как Раз Замедляющая Башня Она Собирает Большие Силы Зомби Ну А там Уже Дело Техники Со стороны Минометов Просто Реже Все В салат Разбивает Напрочь Всех Очень Эффективное Вооружение Кстати Это было Что касается Миномета Первое Мое Приобретение И Очень Верное Были И пушки Но Как-то Я увидел Что Миномет Он И стоит Подороже И Прикинул Что Он Придется Ко Двору И Отнюдь В этом Не Ошибся Оружие Действительно Эффективное И Даже После Моих Следующих Приобретений Это И Крупная Пушка Потом Снайперская Винтовка Которую Кстати Тоже Постал Неплохо Действует Бьет С первого Раза Но Все равно Миномет Пока что Лучше Всех Он Быстрее Бьет Чем Снайперская Винтовка Может Может Не Быстрее Чем Пулемет Но Всяком Случа Он Убивает С Первого Раза Наповал Особенно Если Вы Хорошо Прокачали В Течении Миссии Это У нас Последняя Пятая Волна Осталось Незначительное Количество Наших Противников Ну И Все Мы Тоже Проходим Эту Миссию Не Без Проблем Но Тем Не Менее Проходим Ну Что На Все Подписывайтесь Комментируйте До Новых Встреч Пока